В своей статье Владимир Путин также пишет, что восстановление инновационного характера нашей экономики надо начинать с университетов, и как Центр фундаментальной науки, и как кадровая основа инновационного развития. Именно таким исследовательским центром является Высшая школа экономики. В продолжение темы Ирина Близнюк встретилась с первым проректором университета Львом Якобсоном и узнала мнение самих ученых. Лев Ильич, в своей статье Владимир Путин обозначил международную конкурентоспособность нашей Высшей школы как национальную задачу. Какие решения этой задачи видите Вы? Мне кажется важным, что в статье эта тема поднимается не изолированно, а в связи с экономическим развитием. Я бы так сказал, хорошая Высшая школа, конкурентоспособная Высшая школа, это не роскошь, это средство движения вперед, и другого средства движения вперед у нас нет. Объясню почему. У нас относительно высокие зарплаты. Я понимаю, что для зрителей это утверждение покажется парадоксальным, но в странах с похожей, аналогичной производительностью труда, зарплата ниже. Она выше в Западной Европе, в Америке, где производительность труда в 3-4 раза выше, чем у нас, о чем тоже сказано в статье. Значит на единицу зарплаты мы получаем слишком мало. И никак, кроме эффективного использования, наращивания человеческого капитала, мы этот разрыв не преодолеем. Скажите, пожалуйста, а поможет ли дополнительное финансирование на научные разработки, о котором тоже говорится в статье, и каким должно быть это финансирование государственным, частным? Ну, во-первых, оно просто необходимо. Это не конфликт хорошего с лучшим, как в позднесталинской драматургии. Поможет, не поможет. Ну, надо свет тушить, если ученые не занимаются наукой. А у нас подавляющее большинство преподавателей в вузах сегодня наукой не занимаются. Это уже ненормальное образование в результате. Науку надо финансировать, если мы хотим, чтобы наука была. Мы прошли через деиндустриализацию, структура нашей экономики деформирована, и Путин тоже говорит об этом в статье. Вот как вы считаете, каков должен быть механизм перехода на эту новую инновационную модель экономики? И как должны взаимодействовать те, кто создает инновации, и производство, которое эти инновации должны получать? То, что производство не востребует инновации, даже те, что есть, их не очень много предлагается пока наукой, но даже те, что есть, не очень востребуются, говорит о нездоровом состоянии экономики в целом, которая производна от неблагоприятного инвестиционного делового климата. Этой стороне дела в статье уделено внимание, и мне думается, что эту проблему не следует ставить в один ряд с проблемой инноваций. Будет хороший инвестиционный климат, инновации пойдут. Не будет хорошего инвестиционного климата. Сколько ни занимайся инновациями как таковыми, толку не будет. Каким, на ваш взгляд, должен быть этот новый экономист для новой модели экономики России? Ну, он прежде всего должен, скажу совсем банальную вещь, имея прочные базовые знания, уметь учиться. Это касается не только экономиста, это касается всякого специалиста с высшим образованием. Потому что объем информации, обновляемый ежедневно и очень существенной информации, таков, что в ВУЗе все необходимое изучить невозможно, а даже если и уложить это в память студента, ну, лет через пять это устареет. Поэтому еще раз повторю, прочные базовые знания плюс способность, умение учиться и интерес учиться.